Я приветствую вас, дорогие пандаеды! С вами Юджин, и сегодня мы с вами играем в Принцип Талоса 2 снова. Извините, что так долго не было видосов, по-моему, два дня, что ли, я пропустил. Но, как я и говорил, этот канал только для того, чтобы поиграть в интересные мне игры, когда их некуда засунуть, и когда у меня есть просто время на это. Небольшая отдушина. Опять же, это не значит, что, как многие могут подумать, что я типа, а, если этот канал отдушина, значит, первый мой основной канал, это для меня тягостно, и так далее. Это вовсе не так. Тот канал, это мое детище, которое я безумно люблю. Это, наверное, одно из самых больших творений. Хоть это и звучит, наверное, смешно и высокомерно, но это прекрасное творение, которым я горжусь и всегда гордился. Поэтому я никогда не заброшу его, по крайней мере, пока я жив, или пока, не знаю, может быть, там, YouTube закроют или что-то такое произойдет. Но, в общем, это прекрасное детище, которое я всем сердцем люблю и всегда рад, что я могу. Даже до сих пор, если так подумать, я в шоке от того, насколько стабильно и долго он держится. Это просто в голове не укладывается. Это все благодаря вам. Возможно, и благодаря мне, может быть, я как-то в этом тоже способствую, но вы всегда смотрите тот канал. Вас всегда, вот примерно одинаковое количество, даже если приходят новые люди, там, новые уходят, оно держится стабильно. Заметили? И это меня просто поражает. Настолько это приятно осознавать уже почти 10 лет. 10 лет этот канал существует. И я не могу представить, что может быть в жизни моей еще прекраснее, чем это. Даже если я там буду делать такие другие крутые проекты, которыми я занимаюсь сейчас, в свободное время от канала, в моей оффлайновой жизни. Это тоже все очень круто, просто, знаете, канал это как родная люлька, дом родной. Вот так я это воспринимаю. А теперь давайте с вами... Во-первых, да, я хотел, прежде чем мы продолжим дальше играть, хотел поблагодарить всех вас за то, что вы участвуете в дискуссии, в комментариях. Именно дискуссии по поводу вопросов, которые эта игра ставит перед нами. О, смотри, какое интересное издание. Это, возможно, загадка какая-нибудь несюжетная, да? Вот, спасибо большое, что участвуете в дискуссии. Я заметил, что очень много людей из вас умеет гораздо красивее, гораздо красивее, чем я выражаться. На зависть мне все это происходит. Но, тем не менее, да, очень приятно читать ваши мысли. Сразу хочу сказать, я просто болтаю. Даже тот пример с пандой. Я видел, что некоторых вызвало небольшое... Ну, наверное, не раздражение, может быть, так через текст было похоже, но какое-то, знаете, резкое негативное отношение. Не то, что ко мне, а к тому, что я говорю. Мол, как будто бы моя мысль, она вот исчерпывающая. И вот все, что я сказал, это вот только так я думаю и больше никак. Нет. Я всего лишь просто, так сказать, выдергиваю какие-то мысли, стараясь их упростить, когда игра ставит передо мной интересные вопросы, на которые мне хочется как-то поразмышлять. Конечно же, все вопросы, которые задает игра, они являются частью очень тяжелой, сложной дискуссии, очень всеобъемлемой и максимально серой, которую нужно рассматривать с разных сторон. И, естественно, когда говорю, что если мы представим все в примитив и панда, либо ты, и выберешь панду и так далее, это в таком конкретном примере только так это будет работать, я так считаю. Конечно же, дальше мы наслабим все остальные факторы. Квантовое туннелирование. Все остальные факторы, а это именно цивилизация, обстоятельства и прочее, прочее, прочее. И вы начали обрисовывать различные обстоятельства, и при этом как будто бы это аргумент против моих мыслей, что ну погоди, а вот это же вот это, условно. Короче, не слишком серьезно воспринимайте то, что мы говорим здесь, мы просто болтаем. Просто болтаем, чтобы... Ради болта в ней, не более. А, мы можем же через поле фиолетовое это тоже делать. То есть, если я захочу именно прям вопрос полностью разжевать, все свои мысли предоставить, то я буду писать докторскую диссертацию, научный доклад, который будет на много-много страниц. Невозможно беседу, просто вот так вот, дайте, оп. А тяжелый вопрос такой, хоп, и за пару предложений ты все изложил, и ты точно знаешь, как надо себя вести. Если все было так просто, мир был бы куда более простым и счастливым местом, беззаботным, потому что все бы решилось вот так, оп, все. Ну погодите, это же три предложения, вот эта вся проблема решается, да? Так, я не могу понять, бабочки летают, все им хорошо, у них никаких проблем нет, а я тем временем не понимаю. Квантовое туннелирование. Что это, черт подери, означает? Здесь есть... Вот. А-а-а-а. Мы же их можем вытащить таким способом. А я сейчас подумаю, может быть, там туннели совмещаются друг с другом, получается эдакое нечто. Вот поставили здесь. А, я же мог просто его вытащить. Ну ладно, нефиг с ним. Погодите. Ага, дырка делается. Это очень легкая загадка на самом деле. Так, поставил. Первый. Второй. Эй, бур нельзя. А-а-а. Извините. Они могут вдвоем работать на одну и ту же дырку. Вот это, кстати, хорошее знание мы получили только что. Специально они, наверное, сконструировали этот уровень таким образом, чтобы мы это открыли, обнаружили. Это свойство. Это свойство. Сегодня постараемся решить все загадки на этом острове. Это же не остров. На этом утесе. Знаете, что меня смущает во всех этих паззлах? Они не скопированы с загадок и симуляции, как те, что в музее. Кажется, был один художник, который несколько лет назад проводил выставку с какими-то новыми загадками. Барзай устраивал, да. Она называлась «Испытание вымышленного прошлого». Я пытался тебя туда затащить, но ты сказал, что скучно будет. Были сходства? Нет. Совсем нет. Было скучно? Мне было интересно. Нас прям зовут туда, к загадке номер два. Пойдемте. Мы еще не нашли одну искорку. Их же две, по идее, должно быть, да, на уровне? Пока что. Нет особо стандартов. Я просто... Блин! Олень из будущего! За ним, за ним, за ним, за ним. Это потрясающе. Это реальный олень. Впервые мы видим живот. А нет, были голуби в первой части. Да и в второй части были голуби. Я за тобой, олень. Ты явно куда-то хочешь меня привезти. Кстати говоря, если вот видите вот эти вот все точки на мне красненькие. Видите вот это все? Эмммм, это... Это я себя колю! Нет, на самом деле я просто родинки удалил. Да, я забочусь о своем здоровье. На всякий случай я сходил, обследовал эти родинки, которые мне не нравятся на мне. Мне сказали, какие можно удалить, какие имеют потенциальный риск. Ну вы знаете, да, чем родинки чреваты. Я бегаю за оленем, и я не понимаю, у него waypoint? Или что? Я быстрее оленя, вы заметили? Стоять! Да! Ладно, он будет просто ходить по кругам. О! Олень меня привел. Олень меня... Мать его, привел. Смотрите, это же круто, что-то новенькое. Обновление интерфейса. Назначение этого устройства невозможно реконструировать. Такое ощущение, как будто это какая-то водокачка. А почему шрем... Шрем... Шлем римского регионера. Да чтоб тебя... Легионера здесь изображен. Да, если у меня будет язык заплетаться. Я также еще сейчас схожу на курсы постановки голоса, чтобы красиво говорить, лучше, чем я сейчас. И на протяжении всех этих лет. И я только что делал очень-очень много упражнений. Менемножко челюсть в ахере. И лигурийский регулировщик регулировал в лигурии. И поэтому я путаюсь. ЛР, ЛР. Странно, что мы нашли остатки этого изобретения. Но нам так и не сказали, что это. И как будто находка непонятно для чего нужна. Так, мы пришли. Видимо, снова... Да. Все, идем. К загадке номер два. И, кстати говоря... Кстати говоря... Не зря, я посмотрел наверх. Здесь уже... Здесь уже коннектор куда-то... Ага, наверное, как раз-таки... Кто? Зеленый. Нам нужен зеленый луч будет. Скорее всего, из второй загадки мы сможем подсоединить. Блин, высоко очень. Ладно, давайте искать. Давайте искать загадку номер два. А! Загадка номер два. Мне кажется, отсюда мы сможем дострельнуть. О! Стоп. Интересно, а в этой игре есть пасхалки, которые были в первой части, знаете, абсолютно рандомные. Когда ты идешь куда-то и заходишь в какой-нибудь туннель сирью с Сэм и прочие штуки. Итак, мировой дух. Что движет историческими процессами? Легко отринуть идею великого человечества, а человека, будь то женщина или мужчина, когда становятся очевидны эффекты распределения ресурсов, установившихся политических структур и беспорядочности самой Вселенной. Но неужели во всем этом совсем нет места индивиду? Неужели не бывает такого, чтобы один человек воплотил в себе тот самый гегелевский мировой дух? А что за гегелевский мировой дух? Я не знаю. Был Наполеон истории верхом на коне или не был? А... Или это само по себе еще одна форма детерминизма? 5-3, 5-8. 5-3, 5-8. Это уже встречалось, по-моему, ранее, нет? Я не помню, если честно. А, кстати, наконец-таки удалось более-менее настроить микрофон, потому что вот он у меня новый, суперкрасивый, мне очень нравится, топовый микрофон, на мой взгляд. И мне никак не получалось его нормально настроить, потому что есть некоторые проблемы, которые обнаружились. Это плохая проводимость тока. То есть, наоборот, видимо, блок питания моего компа, либо еще что-то, либо электричество, в принципе, сама сеть электрическая в доме, дает супер шумы. И отвратительно записывалось, приходилось все время шум подавлять, аж когда подавляешь шум, он все-таки режет частоты. Сейчас я нашел способ без шумов записывать, вроде бы как прикольно. Еще, конечно же, мне предстоит нормально научиться сам голос настраивать, чтобы он был не пережаренный. Но это все в процессе. Может быть, он уже не пережаренный, я еще не знаю, я пока еще не монтировал. От Августа до Наполеона, от Линкольна до Ленина бывают же люди, чьи поступки ведут они ведомые истории. Да, есть такие люди, они принимают дерзкие решения, к добру или к худу перекрикивают ткань... Господи, перекри... Перекраивают ткань общества. Или нет. Нам нравится упрекать их за ошибки, но в конечном счете не являются ли они всего лишь выражением исторического момента. А если так, остается ли тогда место для свободы воли? Иногда мне кажется, что вся человеческая история и состоит в этой борьбе, в попытках отвоевать свободу выбора у волн истории. И герои с тиранами, примеры можете подставить на свое усмотрение. В равной мере являются отражениями этого процесса. Из этого же следует, что наша главная цель должна состоять в том, чтобы распространить эту свободу на максимальное число людей. Стать капитанами своей судьбы, насколько это возможно в этой вселенной. Да, это прекрасная мечта, вот моя мечта для человечества – взыметь абсолютную свободу. Но, опять же, непонятно, что это за свобода будет, как она будет проявляться. Так как все вот эти примеры, да, Наполеоны, Ленины, в общем, различные великие исторические люди, которые вершат историю. Они реально ее вершат. Но вершат они ее по огромному стечению обстоятельств. Во-первых, эпоха, в которой они живут. Те ситуации, которые вокруг них происходят и которые влияют на них. Те, у кого они учились. Те исторические личности, которые они брали в пример. И плюс их внутренний стержень, который каким-то образом сформировался и заставил их идти вперед. Это как... А, я не буду цитировать «Атаку титанов» сейчас, чтобы не спойлерить. Смотрите этот сериал. Он суперкрутой. А я лишь что говорю, что... Вот вроде бы, да, можно получить свободу. То есть, я за свободу, конечно же. И моя мечта, как я сказал, чтобы человек обрел свободу. Настоящую. Но... Эта свобода может быть... Как помните, в ранних видосах я говорил... А что если вот робот, который свободен, имеет собственную волю, просто решил бы в этой игре? Спрыгнуть с обрыва и сдохнуть. Вот. Воля тысячного персонажа, тысячного робота в этой игре. И все такие... А, блин, мы же ждали его для свершения нашей великой цели. А он просто взял и грохнул себя. Но он же свободен это сделать. И вот, прикиньте, человечество такое... Мы свободны от любых факторов. Пожалуй, пошло все в жопу. И просто... Исчезает с лица земли. Суицид. Это... Это жутко. Ты такой, блин, нахрена тогда все это было? Дневник гепатии... Гепатии, гепатиту. Я погуглил. Гепатий. Это философ. Основание нового Иерусалима. День 14. Меламп и Емо отправились обратно к дамбе за зарядными устройствами. Они все еще не верну... А, гепатия, видимо, это какой-то робот себе это имя взял. Понял. Я думал, это прям сам дневник того философа. Они все еще не вернулись. А это значит, что нам придется экономить энергию. Чтобы и дальше выставлять охрану. Те огромные травоядные пока не вернулись. Это огромные какие. И Евстафи уверяют, что они не станут нападать. Но в любом случае лучше не рисковать. Он про олень? Не сейчас, когда нас так мало, а их так много. Афина, Корнели и Евстафи проводят большую часть времени за планированиями и спорами. Дружескими, но все же спорами. Остальные уже научились не обращать внимания. Спустя какое-то время их распри становятся просто фоновым шумом. Пожалуйста, расшифруйте вот это вот. Это я к вам, ребята, обращаюсь. Мы начали строить наше первое место жительства. Пока что это временная постройка. Но мы все рады, что сможем укрыться от дождей. Тревор. А чё сразу не зачитывается? Итак, Тревор, что ты здесь делаешь? Зачем пытаешься спасти мир? Ну, смотрите. Я считаю, что человечество — это круто. Я люблю человечество. Как вид, мы крутые. Да, у нас было много взлётов и падений. Но остальные-то чем лучше? В смысле, эй, животные, чем ты сегодня занимаешься? О, я кушала траву, унюхала свой зад, обгадилась и вымерла. Или, как вариант, я разорвала другое животное на куски. Нюхала зад моего приятеля, обгадилась и вымерла. Их деятельность не назовёшь интересной. Ну и животные явно не в состоянии снять большой переполох в маленьком... Птички могут петь, но на белый альбом их чер... Они не могут сделать чизбургер даже. У них нет искусства, нет кулинарии, нет удовольствий. На животных приятно смотреть, но вы не захотите стать ими. Хотя кошки вроде ничего. Я бы стал котом. Очень резкие такие высказывания. Но он прав, блин. Но с другой стороны, есть вид птиц, по-моему, живёт, который на Мадагаскаре. И, возможно, я сейчас дико затупил. Есть какой-то вид птиц, который... Я недавно это узнал, офигел. Где самцы строят для самок какие-то супер-мега-крутые постройки из всякого говна и палах. Но очень красивые. Там чуть ли не домик. Как будто бы домик в деревне. Но они там не с брусья, конечно, а как-то по-своему. Но просто строят всякую фигню красивую, чисто чтобы с ней спариться. Это даже не имеет практического какого-то назначения. Просто вот, смотри, я умею это строить. А? Это можно назвать искусством. Потому что даже искусство мы делаем не только для рефлексии личной. Но также и для того, чтобы получить одобрение от других людей, других представителей нашего вида. Давайте уж, наконец, зайдём. Взаимовыручка. Я думаю, что человечество по какому-то стечению обстоятельств стало иметь такую интересную, захватывающую жизнь. Это могло бы быть любое животное. Просто ведь мы все же знаем, что эволюция идёт вот так вот. Ствол. То бишь одно какое-то существо, которое начало мутировать в разных средах обитания по-разному. И поэтому, ну вот, человек это лучшая версия, если брать жизнь и представить её как нейросеть. Стоп. А мы здесь не были? Похоже, как будто... Не, мы здесь точно не были. Но похоже. Если представить жизнь как единую нейросеть, которая разными способами пытается чего-то там добиться, то вот получилось у человека. Ничего не поделал. Погодите, ладно. А-а-а. Ну ладно. Так, смотрите. Нам в первую очередь необходимо... Я думаю, этот луч нам больше не понадобится. Давайте заберём. Потому что нам нужно сделать вот так. Давайте попробуем пройти. Мы можем забрать... Сейчас сделаем вот так. Таким образом. Вот так. Твою мать, я же поставил тебя прямо здесь. А, он так не будет делаться, да? Ну ладно. Сейчас посмотрим, что получится из этого. Мы можем взять. Мы можем, блин, взять. Отлично. А дальше что? А дальше... О, всё. Очень просто оказалось. И, кстати, да. А-а-а. Мы не можем. Мама. Мы не можем. Мы можем. Это же делается всё максимально просто. Вот так. Оп. Отсюда мы никак не найдём зелёный луч. Тут его нет. Загадка решена. Осталось-то всего ничего. Решить загадки. Семь из восьми. Ну-ка, ребят, давайте говорите что-нибудь. О, вон, полетела. Что ж, кажется, у них нет никаких комментариев на этот счёт. Здесь больше ничего нет. О, здоров. Можно поговорить с тобой. Что происходит? Аф. Вот залагало. Я как раз хотел с тобой побеседовать. Это твоё... ...видение. Перегрузка потока данных. Что ты почувствовал? Было странно, но чудесно. Было страшно. Это просто данные. Не могу объяснить. Было жутко. Сначала было неприятно, а потом чудесно. Ну, было... ...странно, но чудесно. Хм. Хм. Твоё сознание взломали, и тебе понравилось? Мне казалось, что я стал мыслить намного шире. Меня не взломали. Думаю, со мной установили контакт. Отнесись к этому серьёзнее, ладно? Мы, конечно, крепче наших прародителей, но разум штука хрупкая. Всякое может быть. А я бы хотел ещё спросить тебя. Что ты думаешь о сфинксе? Чем бы ни было, это существо, оно сказало, что мы предстали перед пламенем. Звучит как предупреждение, и нам, думаю, стоит ему внять. Обойдёмся уж без второй новой Александрии. У меня всё. Ещё есть пятая, шестая. И одна, которую мы не нашли с вами. Давайте пойдём на пятую, шестую. А потом сделаем небольшой такой, знаете, тур, я бы сказал, по этому месту. И найдём все, абсолютно все тайны. Я очень хочу их найти. Пять, шесть. Вот туда. Кстати, а ты что такое? А-а-а. Это монорельс. Пять, шесть в ту сторону. Врата в ту. А, я их уже находил, кстати говоря. Здесь мы уже сделали. Пять, шесть туда. А вон, дружище. Чем могу помочь? Что думаешь о Миранде? Мы знаем немного, но... Честно говоря, в ней я узнаю себя сразу после рождения. Я вышел из дамбы ночью. Всё не было было в звёздах. Я почувствовал благоговение, словно обрёл экстатическую связь с Великим. Вселенная казалась настоящим чудом. И существование внутри неё было самой великой честью. Со временем восторженности поубавилось. Но я всегда старался сохранить это первоначальное видение. Ага, у меня всё. Слушайте, а может быть и прикольно, что эти роботы... ...всё унаследовали от людей. Это же, как мы, наверное, в начале нашей истории, мы всё унаследовали от наших... ...предков. Животных, примитивных. Значит, каждый из монументов олицетворяет какую-то из сущностей. Пандору, Сфинкса, Прометея. Вроде как всё ясно. В определённом смысле. Ну, я имею в виду, что это был наш базис. Я продолжаю свою историю. А уж мы потом сами создали свою культуру, свои правила. Перекраиваем работу своего мозга. Учимся. Модифицируем наше тело. Смотрите. Мы включили. Раньше таких выключателей не было. Что это означает? Пока не понимаю. А может быть это перезагрузка? Что я отключил и что даёт? Ничего. Давайте включим. Сейчас посмотрим. Итак, Дуэт называется. Так вот, и продолжаем мысль. Ну, в принципе, я думаю, вы поняли. Роботы сначала унаследовали нашу любознательность, наше восхищение, наши черты характерные разных людей. А потом уже будут сами каким-то образом находить в себе новые преимущества, которые будут разительно отличать их от нас. Пока что это долголетие и нет потребности в еде. Что хорошо. Опа, окажется, здесь мотылёк застрял. Это бабочка. Она исчезла. Куда мы тебя можем направить? Давайте попробуем сюда. Оу. Да. Нам, к сожалению, не хватает. А вот здесь? Слушайте, а может быть, дотянемся? Как вы думаете? Нет. Мы можем, на самом деле, дотянуться до этого выключателя. Попробую. Попробуем сейчас. Это очень вероятно сработает. Ага. Что? Ага. О. Теперь нам бы... А-а-а. Наверное, мы должны вот так сделать. Стоп. Мы должны вот так сделать, конечно же. Ой. А мы так не можем сделать. Это глупость. Мы же отсюда его не вытащим. Как я так? Секунду, секунду, секунду. Черт. Надо обратно его стащить, мне кажется. Хорошо. Допустим, мы это сделали. А толку? Мне кажется, никакого толку нет. Если бы мы только могли... Давайте попробуем вот сюда пройти. Посмотрим, что там дальше мы найдем. Оу. Все не так просто. И сюда мы не можем выстрелить. Только сюда. Слушайте, а если сделаем вот так? Летим. Может быть, отсюда... Мы можем... Мы можем отсюда. Ну, конечно. Вот. А! Черт. Так бы мы могли второй вытащить. Ну, нахрен с ним. Значит, сейчас делаем вот таким образом. Я хочу наверх. Мне не дадут, конечно же. Стоп. Лишнее. Лишнее движение сделал. Мы можем попробовать вот отсюда сделать дырку. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а. Все, мы оба достали, наконец-таки Белиссимо Хорошо, теперь Тут стена возможность делать дырку дает Правильно, правильно Оп Теперь Слушайте, ну тут много манипуляций надо сделать Давайте попробуем Где-то у нас тут Вот Есть Да, мы решили Это было вроде как Великолепно Спасибо Почему мерцают эти врата А, это мост, наверное Потому что вот врата Хорошо, идем на шестую А она прям рядом оказывается И тут тоже есть, да? Включить Проход Я, кстати, еще нигде не видел зеленый луч Наверх Сначала наверх Здравствуйте Потом попробуем полетать Если честно Я не вижу Откуда И куда Стрелять Что я могу сделать Секунду Оу А это для чего? Чтобы сюда вставить Нажимаешь и она работает Так А, мы не достанем А, это все инструменты Которые у нас есть То есть Вон Нам нужно наверх Обратить внимание Вот сюда Тут деактиватор Стоит Стоп А может быть Мы можем Вот так сделать? Оно не будет летать Без куба Еще раз Внимательней Ой Допустим Вот Все, что эта штука Может здесь сделать Это просто дырку Допустим Сделали Я ничего не добился этим Надо как-то понять Как мы можем Забраться вот сюда А? Ну, конечно Вентилятор же Можно взять Все Решение было Очень простым Чуть-чуть Нужно было Просто помозговать Не тупить Все Только теперь вопрос Как я заберу оттуда Эту штуку Ладно А, нет Не-не-не-не-не-не Делаем так Вот так Летим Летим Забираем Все У нас две Мы забрали две Дырка И дырку Через дырку Тоже можно делать Гуд О, упал Вот так И теперь Нам нужно всего лишь Забрать оттуда Пропеллер Делаем Вот таким образом Наверное Этот берем с собой Сейчас мы его просто Обратно вернем И все От 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 Ну, просто замечательно Конечно Очень отлично Очень хорошо О, молодец Евгений Мы решили все Загадки Нам нужно еще найти Одну Треугольную Алькатрас Мы с ним не можем поговорить Треугольная Давайте Ходить Смотреть Искать Что это? А я здесь был? А я здесь, по-моему, не был Я же здесь не был Идея Стратона А, нет, стоп Я был тут Да, два терминала Где мы читали текст Ладно Здесь Как это А это просто генераторы Ладно, уходим В таком случае Пойдемте выше Я так и не понял А как подключать Вот сюда Зеленый Где был зеленый? А это мы видели? Мы это все читали Значит, мы тут уже точно были Да, это восьмая Хорошо Отправляемся дальше? Я думаю, даже не нужно ходить по тропинкам Во-первых, вот И кажется, мы ее решали уже Петля Да Да, она решена Значит, нам нужно идти дальше А мы дальше тоже ходили Кстати Кстати, кстати Отсюда не виден этот пунктир Который обозначает, что какой-то коннектор подключен Вот в небе был И нам бы еще найти две звезды О Еще Это танк Машина разрушения Бронированная боевая машина Изобретенная древними людьми Для убийства других людей И разрушения инфраструктуры Несмотря на примитивный вид При создании этих презренных машин Была проявлена большая изобретательность Вон Я вижу загадка Возможно, мы ее решали Вот, вторая Что это улетело? Ворона Или голубь, не знаю Отлично А где же звездочки? Сохранение связей Что у нас тут? Пригня Давайте в эту сторону Погодите Выключатель Здесь есть какой-то выключатель? Нет, на это загадки нет Ага О Ладно Давайте попробуем Просто пройти сюда Что тут есть? Всего два инструмента А нет Три И как вы, собственно, хотите Чтобы я тут Попал куда-то Я отсюда не попаду Может быть отсюда И отсюда никак Погодите А может быть Сделать Ой Секунду Да блин Есть Потом выбрать И Нет 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 А тот не подсоединен Случайно? Нет Он не соединен Никак Сейчас бы сверху спрыгнуть И никаких проблем не будет Кстати Ну технически есть какая-то возможность Наверное Туда забраться наверх Но Даже не знаю откуда Стоп Давайте соображать Еще раз Внимательно Сюда мы никак не протащим Ни один инструмент Нам нужно подключиться отсюда Вот отсюда И только так Мы можем поставить Хорошо допустим Вот так А-а-а-а-а-а Или не а? Нет Я не понимаю Сейчас Если мы как-то Подсоединим вот этот Слушайте, а может я правильно мыслил? А что если сделать вот так, только с другой стороны? Сохранение связи Да, 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 да Это же намек Все Так И вот так Вот мы допустим сохранили связь Теперь попробуем Чтобы сохранить связи Нам нужно взять его правой кнопкой мыши И соединить Есть Теперь Теперь Отсюда Связь сохраняем Ставим сюда Сохраняем эту связь Вот Да Мне нравится Загадки становятся все более Креативными С подвохом Кстати Создала Зодчую И спасла человечество Но и попыталась привить нам чувство красоты и тягу к чуду Это типа Александр Дренан? Быть человеком было неплохо, Александр Дренан Нем Как обычно, имейте ввиду, что мы должны сосредоточиться на вовлеченности в работу Не спрашивайте себя, хороша она или плоха Спрашивайте, какие чувства она у вас вызывает Будахас Прекрасная работа, Родамин Вызывает эдакую светлую печаль Она, видно, была великим человеком Интересно, как робот испытывает печаль? Я до сих пор не могу это Как-то Вот в голове у себя устаканить Хотя Как мы испытываем печаль? Почему мы испытываем ее? Какой-то там Химикат, который дает Определенный На который наш мозг реагирует вот так-то У робота, видимо, какой-то Триггер запускается Ну, тоже какое-то Некое подобие чувств Кто знает, мы имитируем чувства Или не имитируем Мы же их испытываем только потому, что Происходят определенные процессы Ну, у роботов так же Видимо, все то же самое, просто иначе Прекрасная работа, да Окей Джефферсон Как по мне, это идеально отражает ее отвагу Перед лицом всего, что космос взвалил ей на плечи Сделано хорошо, но нет уверенности Что нам дозволено изображать прародительницу таким образом Начинается, да Нет, у нее есть свой Нельзя ее образ Нельзя Это как Есть компании, не буду называть Которые очень ревностно относятся К своим творениям К своим персонажам Что даже когда они к тебе обращаются с рекламой Этих персонажей Ты рекламируешь Присылаешь им сценарий И они говорят Погодите Этот персонаж не может Вот в таком свете предстать Там ничего такого оскорбительного не было Просто Ну, типа И вы знаете, я люблю Подшутить Немножко подколоть И не всегда Рекламодатели это позволяют делать Но Иногда по каким-то определенным Объективным причинам А иногда просто вот Ну, ты ничего плохого не сказал даже Ничего такого не сделал Просто забавно И они такие Нет Ни в коем случае Этот персонаж не может Вот таким быть Ты даже не должен быть с ним В одной вселенной В одном кадре Не можешь быть с ним Потому что Ни хрена И ты не можешь обладать Такими же свойствами Как он Так Важно помнить Что она была настоящим человеком Соглашусь Это подчеркивает ее смелость Перед лицом смерти Да, но Она же не одна работала Просто из нее Идола сделали Потому что Ну да Это был ее проект Ладно Мне грустно от этой картины Твоя картина С новой силой Пробуждает ее веру В светлое будущее Не стоит забывать Вклад других людей А вот как раз То, что я сказал Эм Ну я наверное Вот это скажу Твоя картина С новой силой Пробуждает ее веру В светлое будущее Да Спасибо, Один Кей Она и правда верила Что мы построим Лучший мир, да? Ее слова Всегда вдохновляют меня Вот как Тебе бы научиться Слушать внимательно Она хотела Чтобы мы тянулись К звездам А не хандрили Перетирая грехи Наших прародителей Прародительница Выражалась метафорами Звезды внутри нас Ой, хватит уже Давайте не будем Съезжать с тем Ладно, спасибо Окей Здесь мы все Мы это сделали И здесь тоже нет Зеленого луча Теперь нам Видимо предстоит Пройтись По всем загадкам Во-первых Нажать кнопочку Включить Во-вторых Понять Где есть Зеленый луч Тут у нас Погибель Верная Интересно Туда можно попасть? Вау Было бы Классно Нет Мы туда А! Не застряли бы Туда мы точно Не попадем Оооо Сейчас предстоит Долгий путь По всем загадкам А мы здесь тоже были Да? Это какая загадка? Номер Номер, что скажи Четыре Ооо А здесь нет Вон Отключить Мы включили четверочку В ту сторону Еще тройка Будет Ты что такое? О, смотрите Прикольно в таком месте Побывать И я конечно Пересрал Я боюсь высоты Но в этом Есть что-то Очень красивое Ничего нет Здесь Ничего нет Стоп Надо же К загадке Подойти Посмотреть Включили Мы или нет Просто так Может быть Все запрятано Я боюсь Пропустить Где? А, вот эти Включили Стоп А может быть Здесь есть Зеленый Вот тут Как раз таки Зеленый Ага Ага Для этого Нам нужно Совместить Вот эти два Хорошо Как-то Как-то Как мы там Делали-то Я уже не помню Всегда трудно Так снова Решать эти Загадки Потому что Тут уже Все открыто Ты Как-то Непоследовательно А, нет Стоп Нет, нет По-моему Вот так Да? Во Ну пусть будет Так Есть Побежали Вдоль луча Это будет Первая Звездочка Погодите Прежде чем Мы туда Побежим Я еще раз Хочу Осмотреться Здесь Руины Какие-то Нет Это Загадка Вот Я только Не А Я понял Я понял Как дальше Соединять Зеленый луч Так Взаимовыручка Жопу Да Вот мы Должны были Включить Включаем Теперь Идем Дальше Это мы Сто пудов Читали Я помню Вверх Вот Луч Включить Квантовое Туннелирование Не здесь Не здесь Была Загадка Не помню Какая Где мы Могли вытащить За ее пределы Все Эти Абсолютно Приборы Абсолютно Все Три-четыре Уже было Значит нам нужно Один-два Мы Включили Только что Пять-шесть-семь-восемь В ту сторону Пойдемте Стоп А это что за Загадка А четвертую Да Четвертую Да Мы ее включили Кстати Здесь что у нас Размещение Размещение Нет Нет-нет-нет Все Правильно Идем дальше Возможно Когда мы все Включатели Включим Тогда и произойдет Какой-нибудь Может быть Наград Ой Смотрите Еще один Возможно Тогда нас Наградят Два Четыре Семь Два Четыре Семь Восемь Нам нужно Включить Все Я понял Два Четыре Семь Восемь Надо Включить Это пароль Стоп Что-то вижу Мне казалось Я увидел Я увидел Искра Есть Два Четыре Семь Восемь Эй Здоров Поболтаем Нет Два Эрон Что-же Давайте Обратно Куда Там Это Какая Один Один Надо Выключить Двойка В эту Сторон Двойка Включена Тройка Четверка Здесь Тройку Надо Отключить О Смотрите Привет Не могу перестать думать о Меранде Новая личность Нерожденная в новом Иерусалиме Ты представляешь Каково ей было Быть интересна Смотря кто ее создал Одинокая Вряд ли есть Большие отличия Может быть она Свободнее нас Смотря кто ее создал Вряд ли есть Большие отличия Что это значит У всех Одни и те же проблемы Все мыслящие Существа Живут Под одним Тем же Законом Я почти не провожу Время в новом Иерусалиме И я не такой Странный Наверное Вот это Но разве Наше окружение Не влияет на нас На наши ценности На то Как мы понимаем мир Ты вот родился В новом Иерусалиме В этот конкретный момент Времени Для достижения цели Разве Это не влияет на то Кто ты такой Меня не интересует Ни цель Ни что-то подобное Все это Несущественно И всерьез Не влияет на то Кто мы на самом деле Но всем Мы материальны И пытаемся Выжить Может быть Вот это Я имею ввиду Кажется Понимаю О чем-то У всех У нас Больше общего Чем отличий Друг от друга Я хотел еще Кое-что спросить Что скажешь Об этих лабораториях Они сильно Отличаются от остальных Построек в этих местах В том плане Что они служат Явной цели Все остальное Какое-то сюрреалистическое А в этих лабораториях Точно жили и работали люди И это что-то Дозначит А я только не знаю что А что про башню? Может они Мега структуру питают? Или открывают ее Как ключи? Почему так? Без понятия Но вы поглядите Разве Просто невероятные Достижения инженерии Но они большие Зря материал на них И срасходили Прекрасные Не знаю кто тут все построил Но кем бы они ни были У них явно была цель Создание чего-то Настолько прекрасного Выглядит как своего рода Манифест У меня все Нам нужно отключить тройку Значит Четыре Потом Семь-восемь Да? Нужны Значит Пятерку Шестерку Надо отключить Четверочка Ага Пять Это вот сюда Получается Нет Стоп Вот сюда О Смотрите Как хорошо Что сюда пошел Лифт Рассер 02 Пока я исследовал лес Моему взору Открылась Превосходная сила Прекрасный олень Стоявший на холме Возвышавшийся На фоне Вечер-низари Он явился Словно посланник Божественной природной силы Возможно Сама гея Порисала его Даже для меня Менее подверженного Влиянию инстинктов И гормонов Это стало Откровением Такие моменты Нам говорят Отвернуться Но что если мы Откажемся? Что обружим мы Если присмотримся? Если бы могли бы Заговорить с оленем Какой мудрости бы он Поделился? Ответ таков Никакой Олень крайне Тупое животное Движимое лишь Страхом, голодом И похотью Это откровение Не станет для нас Путевкой в новый Необъятный мир Это бутафория Фанерные стены На съемочной площадке Олень не тупое животное Я не согласен Олени не тупые Вообще животные Не тупые Они просто Мыслят иначе У них свои законы Они по другому Не умеют Отключаем Отключаем Пятерка в ту сторону Возможно Это пятерка Пожалуйста Пусть это будет пятерка Я устал ходить Это пятерка Давайте отключаем Значит Семь в ту сторону И восьмерка О, что ты делаешь? Изучает Молодец Шестерка Семерка Значит Семь-восемь вот Мы идем Мы идем Мы практически тут И кстати говоря Не зря Именно отсюда Мы можем вытащить Вот Есть 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 Мы это сделали Все Отлично Теперь нам нужно достать Отсюда Из игольного ушка Вот этот Коннектор Вот этот Коннектор Черезставим Так Нам нужно еще Гексаэдр Где он находится Гексаэдр Ушка Вот ты где Так Ать Теперь Запрыгнуть Запрыгнул Есть Я вижу Вон луч Есть Что это? Мы получается Звезды Только таким образом Получаем Охотник идет На охоту Не от головы Он идет На охоту Потому что Убивает Смертью Разве? Смотря какой охотник Если он спортивный охотник То да Он будет дорожить В себе Вот эти инстинкты Охотника Первобытного Как-никак В нас это есть Просто мы Давим в себе Мне кажется Эти чувства Потому что Прикольно Играть в Контерстрайк Например Убил Убил Прикольно Прикольно Играть в охоту Не знаю В симуляторах Охот Например Или стрелять По уточкам В тире Это в нас Есть Внутри Просто хорошо Что мы такие вещи Сдерживаем Смотрите Вот Сразу две звезды Две звезды Взял Все Молодец Каждый ответ Каждый ответ Ведет к другому вопросу Последний ответ Ведет к первому вопросу Интересно Мы решили Все Абсолютно Все И нашли Все загадки Все Искры Да Четыре Четыре Ну че Пошла музыка Итак Прощать Выбрать часть Попробуем так Ну ладно Попробуем Вот сюда Легко А А еще надо Ну Пусть будет так Какие у нас Есть части Нет Не то Я бы мы делаем Значит Смотрим Мы можем Допустим Вот так Так Я вот не понимаю Почему оно Не коннектится А Приконнектилось Просто красное Меня сбило с толпа Так Сейчас будут Новые опросы Да Ну что ж Входим в лифт Стой Рожденный из глины Ты покинул сады И вторгся Во владение За пределами Твоего понимания Уходи Немедленно Пока не навредил Себе И другим Ты прямо Как Сфинкс Давайте скажем Это Чтобы она Чтобы она Такая А Он уже Он уже знает Сфинкса Нас сюда пригласили Но давайте скажем Что нас сюда пригласили Что же лучше сказать Кто ты У Прометея не было права Взывать к тебе Он Опрометчив Глух И склонен к обману И все его замыслы Ведут только к горе А посему Внемлите Пламя Горит Не для вас Мы учтем Сказанное тобой Мы должны узнать Что происходит здесь Ради безопасности Нового Иерусалима Мы собираемся уходить Только из-за того Что тебя пугают Волшебные ящики Мы должны узнать Больше об этих Технологиях Ради будущего Иерусалима Мы должны Больше Об этих Технологиях Что здесь происходит Ну это Как бы Ответ Давайте вот это Ответим Я не знаю Твое стремление Уберечь ваш город Похвально Но помнишь Что значит Знание ведет К искушению О С ней было проще Она не воспрепятствовала Така Ну ладно Окей Я тебя предупреждала Ты напросился Подох А куда он там стреляет? Да сколько там Этих клятых Штуковин Думаю Это была Пандора Та другая Была Прометеем Похоже Между ними Какой-то конфликт Не хотелось бы Попасть под Перекрестный огонь Пока не поймем Чем эти сущности Являются в действительности А может быть Надо было спросить Кто ты такая Поинтересоваться А то как ты Невежда Такой Ааа Нас позвали сюда Между прочим Ну да Наверное Ну не знаю Я не знаю Чувствую удовлетворение Надеюсь Что вы тоже Сейчас Я хочу Туда съездить В новый В новый биом Наверное Там будет Какая-нибудь Зима А может быть Пустыня А что еще Может быть Острова Тропические Что еще Может быть Лава Кратеры Все Ребят Поехал я Вы за мной Окей Смотрите Ага 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 Лаборатория Найдена Найдена Врата Не там Не там Не открыты Ладно Поехали Переход Восток 3 1К 1К Поднял Интересный вопрос Откуда взялось Все это оборудование В лабораториях В общем Я проверила Серийные номера И оказалось Что Из Новой Александрии Ой Ого Это Наверное В этом есть смысл После взрыва Колония была заброшена Никто так и не вернулся Чтобы все забрать Нам хватало Дела Столько Погибших На один вопрос Ответили Но как им удалось Из остатков Техники Александрии Создать все это А мы Как мы добились Всего этого Не имея ничего Благодаря интеллекту И правильным инструментам Все Новое 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 Охренеть Чертовски Впечатляет Масштабы О боже Как это круто Как много Где ходить Однако Мы все еще Видим Что все Постройки Они одинаковые Смотрите У них Один Архитектурный Стиль Только взгляните На размеры Как материал Может выдержать Подобный вес Остальные здания Тоже из него построены Угу Материал похож на бетон Но молекулярная структура Совершенно иная Что бы то ни было Оно куда крепче И прочнее Лаборатория построена Из того же материала Нет Это просто бетон Хотя на молекулярном уровне Он тоже весьма странный Слишком уж он Структурирован Короче надеюсь Что это все Архитектура Сектора Восток Дальше будет юг Там может что-то будет другое Потому что не хочется Чтобы повторялось Мне нравилось В первом Талосе Что все Все загадки были Ну имели разную архитектуру Короче Спасибо всем большое Что смотрели Участвуйте в дискуссии В комментариях Пишите комментарии И Оставьте комментарии С вами был Юджин Всем пока